4 ноября этого года в Севастополе президент России Владимир Путин традиционно поздравил граждан нашей страны с Днём Народного Единства. Говорил он о любви к родине, уважении к предкам, преданности своей стране и труде на её благо. Вспомнил о том, как в начале 17 века сплотившийся народ Московского царства отстоял своё отечество от иностранной интервенции. Как водится, Владимир Владимирович не обошёл стороной и события, связанные с Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Но были периоды, когда это единство, единство нашего народа подтачивалось тяжелейшими историческими событиями, испытаниями. Такими, как революция 1917 года и заплавшая в результате неё новая страшная смута – гражданская война. В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её. Так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь. Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии брату убийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости. Мемориальные комплексы в Севастополе служат знаком того, что Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей. С какой бы стороны баррикад они когда-то не находились. Наша страна вновь обрела историческое единство. Давайте поразмышляем над словами президента. Начнём с этого. Россия помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей. С какой бы стороны баррикад они когда-то не находились. Но ведь чуть раньше было сказано то, что прямо противоречит этому тезису. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили её. Так же, как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь. Вот это «как они думали» сразу же даёт нам понять, что, по мнению президента, большевики и те, кто их поддерживал, ошибались. Никакой лучшей жизни для народа они не построили. Все блага, которые получили советские рабочие и крестьяне, оказывается, иллюзия, сон или пропаганда. Страна не вырвалась из вековой отсталости. СССР не стал второй мировой сверхдержавой, передовой во многих отношениях. А все его успехи, конечно же, были достигнуты вопреки коммунистам. Благодаря индивидуальным усилиям отдельных талантливых граждан. И сам Владимир Владимирович, несмотря на своё простое, самое что ни на есть рабоче-крестьянское происхождение, получил бесплатное образование и сделал карьеру в органах госбезопасности не благодаря, а вопреки советской власти. Но всё же, почему президент Путин раз за разом транслирует мысль о том, что 74 года советской власти некая чёрная дыра отечественной истории, беспросветный мрак и провал, полный неудач? Ответить на этот вопрос очень легко. Российская Федерация – государство капиталистическое. Частная собственность на средства производства определяет всю его экономическую, политическую и социальную жизнь. И сколько ни пой песен о народном единстве, именно частная собственность разделяет граждан страны на классы и разъединяет их. Власть в современной России не на словах, а на деле принадлежит классу богатейших дельцов. Владимир Владимирович, как высшее должностное лицо государства капиталистов, просто не может не ставить интересы этого класса на первое место. Выразив он хоть малейшую симпатию пролетарской революции 1917 года, тут же придётся поставить под сомнение целесообразность реставрации капитализма и приватизации на территории Советского Союза. Именно поэтому мы видим его у могил философов белой эмиграции, у стены скорби или у памятника мифотворцу Солженицыну, насочинявшему потрясающих по масштабам лжи небылиц о советском строе. Но вряд ли мы когда-нибудь увидим Владимира Владимировича у памятников жертвам белого террора. Ясно, что так называемые согласия и примирения всегда будут означать одно и то же. Общество должно согласиться с тем, что белые были правы, и примириться с тем, что красных будут постоянно очернять. Ведь белые боролись за частную собственность, за власть богатых и за их право жить чужим трудом, то есть по сути за нынешний экономический уклад, а красные за то, чтобы фабрики, заводы, земля и недра страны находились в общественной собственности и работали на благо людей труда. Но вернемся к разговору о народном единстве. Что на самом деле означает пресловутое народное единство при капитализме? Если отбросить всю лишнюю болтовню и эмоции, в сухом остатке это прежде всего согласие эксплуатируемых с эксплуатацией. Терпи ухудшающиеся условия труда, рост цен, удавку кредитов, реформы, уничтожающие образование и здравоохранение. Будь доволен скупыми подачками частного собственника и олигархического государства, затяни потуже пояс работяга, в то время как капиталист будет еще быстрее набивать свои карманы. Кому кризиса, кому рост прибыли, сплочение общества при капитализме всегда происходит в интересах богатейших слоев общества за счет рядовых тружеников. Это их отправляют на войну умирать за интересы толстосумов или убивать беззащитных жителей бедных стран, потому что те оказались на пути у могущественных империалистов. Буржуазный солидаризм везде одинаков. И в пределе своем он означает полное подавление политической воли рабочего класса, уничтожение любых независимых профсоюзов, отказ даже от видимости демократии, антикоммунизм и репрессии в отношении коммунистов. Разве современная Россия не идет той же многократно протоптанной капиталистами других стран дорожкой? Конечно, медленнее, чем соседняя Украина, но не менее уверена. Мы один народ, говорят нам с высоких трибун и с экрана ТВ. Мы один народ, живущие за чертой бедности, число которых в стране в последние годы по официальным данным колеблется у отметки 20 миллионов человек, а с ними десятки миллионов тех, кто едва сводит концы с концами, и свыше сотни российских миллиардеров, чье совокупное состояние превышает 600 миллиардов долларов США. Нищие пенсионеры у мусорного бака с просроченными продуктами и 1% богатейших граждан РФ, на долю которых приходится 57% всех богатств страны. Собственники роскошных квартир, вилл, дворцов, в том числе и за границей, и миллионы граждан, не имеющих своего жилья, вынужденных снимать углы, миллионы ипотечных рабов, десятки тысяч обманутых дольщиков, миллионы безработных, выживающих как придется, и дети-бездельники состоятельных родителей, которые с жиру бесятся, потому что им нечего больше хотеть. Отпрыски состоятельных семей, которые учатся в самых престижных вузах России и дальнего зарубежья, и молодежь вымирающей российской провинции, которой нет места в экономике нефти и газопроводов. Миллиардер Тинькофф, успешно вылечившийся в этом году от лейкоза в Великобритании, и в этом же году умершая общественная активистка Дарья Семенова, которая боролась за доступ к лекарствам для больных муковисцидозом. Она стояла в одиночных пикетах у Минздрава с плакатом «Хочу жить». Вице-премьер Карачаева Черкесии Руслан Тамбиев, вопреки запрету на проведение массовых мероприятий, устроивший для своей дочери свадьбу с тысячей гостей, и пенсионерка из Башкирии Валентина Звонарева, которую полицейские грубо выбросили из рейсового автобуса за отказ предъявить QR-код. Горняки и спасатели, погибшие в шахте Листвяжное, и ее владельцы. Мы один народ. Ведь и у бедных, и у богатых равные права и возможности. Одни и те же цели в жизни, одинаковые чаяния и устремления. А классы, неравенство, деление людей на социальные группы по их отношению к средствам производства, непримиримые противоречия капитализма – лишь опасные выдумки Маркса. Мы один народ. И чтобы никто об этом не забыл, нужно чаще об этом напоминать. Можно даже придумать патриотический праздник, основанный на событиях 400-летней давности, чтобы вы, рядовые труженики, еще теснее сплотились вокруг социально-ответственного бизнеса и его государства, которое ничего вам не должно. Субтитры создавал DimaTorzok